Привет, друзья, с вами я, Трен. Сегодня будет видео про важные события на месяц март, за которыми интересно будет следить. Первое – это завтра, 1 марта, презентация Тесла. Маск сказал, что на этой презентации он покажет проект под названием Мастер План, который должен полностью перевернуть энергетический сектор. Мастер План, по сути, платформа, на которой можно купить, продавать блоки, энергоблоки. Поскольку Тесла имеет партнерство с Energy Web, хотелось бы увидеть что-то на экране. Посмотрим, что будет. Но в любом случае, презентации Тесла всегда интересны. Смотрите. Далее, на этот месяц, Ethereum Upgrade, в который много чего сначала вошли, потом вышли, опции, что будет поставлено в пакете обновлений. Но в итоге в этом апреле осталось самое значимое – это освобождение заранее поставленной на стейк эфириумов. Мнения касательно этого апгрейда расходятся. Два лагеря. Первым, в основном, люди думают, что с разблокировкой эфиров, которые были еще поставлены на начало, начиная с 2020 года, большое количество будет продано и повлияет на цену. Другие думают же, что поскольку разлог не полностью, почти, чтобы не навредить количество валидаторов, тем самым и безопасность сети. Поэтому будет постепенный разблок. И то, что даже при разблокировке эфириумов, это не направит их сразу на продажу. Тоже разумно. Лично я не знаю человека, который бы продал свои эфириумы, дожидаясь, чтобы купить ниже. Я не знаю такого человека. Третье важное событие на март – это, конечно же, внедрение стандартов ISO 2022. Пакет стандартов, которые рекомендуется для финансовых учреждений, компаний, банков, чтобы перешли на этот стандарт. Этот стандарт из себя представляет двумя словами, если сказать. Гарантия отправки и получения информации касательно перевода. Плюс real-time tracking вот этой информации. Чтобы нигде ничего, или частично, или полностью не потерялось. Мы знаем, что XRP Ledger полностью поддерживает этот стандарт. SWIFT, из-за кого периодически внедрение этого стандарта переносили. Но они тоже уже закончили свой SWIFT GPI и будут использовать это. Так что никого и ничего нету, чтобы еще раз отложили внедрение этого стандарта. И последнее событие, которого ждут все инвесторы в XRP уже два года. Это, конечно же, результаты судебного процесса, который должен закончиться на этот месяц. И для того, чтобы отложить это еще на несколько месяцев, как было все это время, думаю, осталась только одна версия, где судья заболеет. Но если он не заболеет, не думаю, что это снова отложат. Так что март, начиная с завтрашнего дня, будет довольно интересным. Но кроме этих событий, этот месяц для меня еще важнее. Потому что на этом месяце должно открыться уже мой проект. Так что дел много и событий много. Спасибо. Увидимся.